Мы чемпионы. Хоккейный клуб «Саров» завоевал золото чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. В решающем матче соровчане одолели действующего чемпиона – старт из Таншаева. Спортсмены «Икара» удачно выступили на всероссийском турнире среди мужчин и мяч в региональном турнире среди юниоров 16-17 лет по рукопашному бою. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде. В Сарове стартовал городской этап турнира «Кожаный мяч». В соревнованиях принимает участие 21 команда в трех возрастных категориях. Первыми на поле вышли футболисты 2007-2008 годов рождения и 2011-2012. Историю триумфа хоккея в Сарове написали на наших глазах. Впервые за все время существования клуб из нашего города стал победителем чемпионата области в высшей лиге. Сравчане долго шли к этой победе. В прошлом году завоевали бронзу. В этом подняли планку и дошли до финала, где встретились с действующим чемпионом – Таншаевским стартом. В субботу на льду соперника наши хоккеисты проиграли со счетом 8-2, заставив болельщиков понервничать. Но в воскресенье дома показали характер. Начали хорошо, 4-0 повели, показали битву, показали характер. И вот немножечко так дожали их в конце и выиграли 7-4. Андрей Калашников забросил шестую шайбу в третьем периоде, увеличив разрыв. А за две с половиной минуты до окончания игры седьмую шайбу забил Руслан Зазнобин, тем самым утвердив окончательную победу Сарова. В первую очередь очень много болельщиков пришло. Давно такого здесь не было, даже когда была профессиональная команда. Хочу обратиться всем большое спасибо болельщикам, потому что нас так сильно поддерживали и на выездных сериях, и здесь. Мы им отблагодарили это кубком золотом для Сарова. Весомый вклад в победу внесла молодежь. В этом году играть во взрослую команду пришли выпускники спортивной школы Саров, студенты Саровского физико-технического института НИЕУМИФИ. Я болею как представитель института, Сарфти. У нас очень много студентов играет в этой команде, поэтому мы поддерживаем вузом. И наши студенты приходили болеть. Я уже без голоса. То есть был очень напряженный матч. У нас порядка 5-6 игроков в этой команде ходят. Мы играем в Нижегородской студенческой лиге. Тоже вышли в плей-офф и ждем поддержку. Болейте, смотрите трансляцию, будет происходить все это в Нижнем Новгороде. И я надеюсь, что мы тоже, как говорится, завоюем какие-то награды. Желательно самые высокие. Трудно описать словами ликования спортсменов и болельщиков. Получив кубок из рук представителей областной федерации хоккея, хоккеисты сделали почетный круг по арене Ледового дворца, продемонстрировав трофей зрителям. Затем, по традиции, победители подбросили вверх кепки. Мы это сделали, мы чемпионы. Мы первый раз вообще в истории города Сарова сделали такой, я думаю, что большой знаменательный шаг в существовании хоккея. То есть хоккей в этом городе был всегда, но не было той подпитки, которая... Ну, подпитка для детей, чтобы дети шли, чтобы они сейчас это увидели, то есть, что можно даже, даже заканчивая школу, хоккей продолжается, даже на любительском уровне. Мы чемпионы, больше нет слов. Спасибо команде соперников, достойный финал. А благодаря чему все получилось? Команда, мы команда. Вот кулачок один. Когда мы по одному, мы не можем играть. А когда мы все вместе, когда мы выходим заряжены, мы коллектив, мы готовы. Тогда шансов нет ни у кого. Я думаю, в следующем сезоне тоже пободаемся. Хоккейная команда «Саров-2» порадовала своих болельщиков. В первенстве Нижегородской области в первой лиге молодежный клуб, который играет только первый год, вышел в плей-офф. В субботу в Ледовом дворце прошел решающий матч за третье место с Рубином из Ордатова. «Саров-2» завоевал бронзовый кубок. Сезон у нас был первый. Вот такой командный тяжелый. Играла одна молодежь в основном. Первые игры были очень тяжелые, но потом мы сплотились. Тренер нас сплотил. Молодежь, взрослых. Тренер у нас очень хороший был. Помог нам собраться в важном матче. Нацелены были на первое место, понятное дело. Но третий, третий тоже неплохо. Тем более команда очень молодая. Мотивация была выше крыши. Работали, пахали. Вот третье место. Очень рады. Из кого у вас команда состоит? И как вы с первым и вторым коррелью влете? Команда у нас в сезон 4-5 год. Тренер привел в команду старших ребят, чтобы дали опыт, дали наставления какие-то. А Саров – основная команда. Но лучшие пробьются туда. В следующий сезон может. Как и так. А кто у вас тренер? Тренер – Пури Виталий Васильевич. Три проекта получит грант-администрация для социально ориентированных организаций, которые работают в области развития игровых видов спорта. 500 тысяч рублей выделит Федерация хоккея города на улучшение материально-технического обеспечения хоккейного клуба Саров. Столько же получит баскетбольный клуб «Атом» на проекты «Баскетбол в Сарове» от массовости к мастерству. Более 480 тысяч поступит Федерации футбола на проекты «Я – футболист». В секцию рукопашного боя Дмитрий Мирюков пришел пять лет назад. Просто хотел попробовать для себя что-то новое, признается юноша. Однако тренировки Дмитрия быстро затянули. В зале он проводит практически каждый вечер с понедельника по пятницу. Упорные тренировки принесли свои плоды. На межрегиональном турнире среди юниоров он взял золото. Отличный результат показал и Георгий Потапов. Он в соревнованиях привез бронзу. В основном, конечно, соперники были из Нижегородской области, ну, из ближайших регионов, были из Владимира. Хороший турнир, сильные соперники. Я считаю, что выступили мы неплохо. Конечно, надо работать лучше, больше. Самое главное, это мы получили опыт. Мы приехали все практически с призовыми местами. С 14 по 16 апреля параллельно проходило два соревнования. На всероссийском турнире среди мужчин в своей весовой категории Андрей Малыгин занял второе место. Евгений Тучин стал бронзовым призером соревнований и выполнил норматив кандидат в мастера спорта. Конкуренция на межрегиональном турнире в Нижнем Новгороде была высокой. Больше 300 участников из 26 регионов страны. Такие соревнования – отличная тренировка для юных спортсменов, считает Валерий Трубин. Мы сейчас ведем сильную подготовку, поэтому вот эти межрегиональные соревнования нам очень нужны для проверки своих, что они достигли во время тренировочного процесса, какие у них были ошибки, какие недоработки. Вот это мы сейчас будем доделывать и дорабатывать. Проводят соревнования и в Сарове в начале апреля прошло первенство города по самбо. За победу боролось 130 юных спортсменов в шести возрастных категориях. Тренеры оценили уровень мастерства, ребят помогли провести работу над ошибками. Такие состязания – отличная возможность для ребят проверить свои силы и научиться чему-то новому. Кто больше баллов набрал, тот и победил. За каждые броски дается разное количество баллов, смотря как положил соперника. Если остался в стойке и положил соперника на спину – чистая победа. Я так один раз выиграл чистой победой. Сейчас ребята активно готовятся к новым соревнованиям. Ближайшие пройдут в Кстово. История турнира берет свое начало в далекие шестидесятые. Кожаный мяч – это крупнейшие в стране соревнования по футболу среди детских команд, которые проводят и по сей день. В этом году акцент сделали на школы города и учреждения дополнительного образования. Команда «Лиса» из ЦВР встретились на поле с воспитанниками «Икара» 2013 года. К слову, «Лиса» развенчивает любые мифы о том, что футбол – не женская игра. Вратарем – это когда тебе летит мячик, и ты должен вылететь, ну, то есть встретить, чтобы поймать мячик и не забить, и чтобы вам не забили ворота. Мы готовились очень упорно, старались, мы старались, чтобы победить. Старания ребят оказались не напрасны. Команда «Лисы» в первый день турнира победили своих противников с разгромным счетом 11-0. На соседнем поле сразились команды 11-й и 10-й школ. Первый тайм на голы щедрым не был, ни одна из команд не отдавала преимущества другой. До перерыва 10-й школе все же удалось отправить мяч в ворота противника. Но ребята из 11-й школы смогли отыграться и завершили матч со счетом 2-1 в свою пользу. Ребята собрались впервые, по крайней мере, под моим руководством, да, поиграть, попробовать в футбол, посмотреть, что это такое вообще футбол. Ну, на большом уровне играем, на большом поле, то есть для них это что-то новое, интересное опять же, какие-то взаимодействия новые, какие-то новые знакомства. По крайней мере, я к этому отношусь так, как это у ребят, ну, для них, наверное, это соревноваться в первую очередь, показать себя. За победу в турнире борется 21 команда в трех возрастных группах. Первыми на поле вышли городские команды 2007-2008 и 2011-2012 годов рождения. Игры будут проходить две недели с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов. Финальную серию состязаний проведут 25 и 29 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова